Немного занудства о сохранении природы в обзоре на простое фэнтезийное аниме. Всем привет, это Кей Кей. Я люблю тайтлы про фэнтезийную еду и поесть я тоже люблю. Поэтому я всё ещё жду экранизацию подземелья и у этой манги даже есть неплохие промо-ролики, которые хорошо выглядят. Но сегодня мы будем говорить о драконах. В этом фэнтезийном мире по небу, как в океане, плавают огромные драконы. За ними охотятся, путешествуя на воздушных кораблях, охотники на драконов. Так как драконы являются отличным источником пищи, лекарств и топлива. Аниме повествует о приключениях экипажа одного из таких кораблей. Графон – это CGI, не самый лучший, что я видела. С одной стороны, каждый раз получается всё более и более смотрибельно. Но если сравнивать с работами других студий, например, Orange, которая недавно выпустила Beastars. И в целом они умеют выбирать тайтлы, которые подходят для CGI на данном уровне. То всё же, да, хорошие картинки не дотягивает. Это тот 3D, который выглядит более плоско, чем 2D. Недостаточно текстур, теней и всего прочего. Дизайны, конечно же, взяты из оригинальной манги. Но вот в первой серии дракон слишком уж похож на хинтайное нечто. Как-то в чёрно-белом варианте выглядело немного лучше. Осты неплохи, но опенинг-эндинг кажется слабоватыми. Хотя в видео ряд уэндинга забавный. Ну, это часть с танцем. Неплохо показывает некоторые черты характера героев. А Бекки мне действительно зашли. Я люблю аниме, где показана готовка еды. Хотя в данном случае я не уверена, насколько мне пригодятся знания о приготовлении мяса дракона. Но в этом аниме графон ухудшал ситуацию. Даже в чёрно-белой манге еда показана была вкуснее, чем в этом странном пластиковом 3D. Персонажи приятные, но, нужно признаться, шаблонные. Всё время есть чувства, как будто всё вот это мы уже где-то видели. Взять, например, этих трёх главных героев. Наивная, но упорная новичок Такита. Раздолбай, но очень опытный охотник Мика. Спокойная и очаровательная, но скучающая Ваннабель. И динамика отношений между ними соответствующая. Тем не менее, мне нравятся эти типажи, особенно в данном контексте. Когда это лёгкий ненапряжный слайс, где каждая серия посвящена одному или нескольким героям и развитию их отношений. Я не совсем понимаю, как работает физика в данном аниме. Когда это была просто недвижущаяся картинка в манге, это не так сильно бросалось в глаза. Как мне кажется, в небе на палубе просто так находиться опасно. А при сражении с драконами слишком уж редко всех штормит и заносит. Учитывая то, что иногда драконы прямо бьются в корабль. А во время охоты хоть кто-то бы да и свалился с корабля. И не один раз, как это было в аниме. Ещё один момент, который я не понимаю и, как я понимаю, не понимает никто в данном аниме. Драконы, когда умирают, остаются парить в воздухе. Хотя в предпоследней и последней серии некоторые немножко забыли, что драконы не падают камнем вниз, когда погибают. Большая же проблема, мне кажется, то, что эта охота на драконов уж слишком напоминает китобойный промысел. И просто напомню, что китобойный промысел нехило так снизил популяцию некоторых видов китов. В аниме нам как бы говорят, что есть много видов драконов и многие виды ещё неизвестны. Но так ли их действительно много? Немного занудства о сохранении природы в обзоре на простое фэнтезийное аниме. Несмотря на то, что нам говорят, что драконы являются угрозой для людей, но если присмотреться, то в данном тайтле, по крайней мере в той части, которую экранизировали, драконы нападают на людей по вине людей. Поэтому люди намного более опасны, чем драконы. Хотя некоторые персонажи понимают, что они слишком мало знают о драконах, я не видела ни одного учёного в данном тайтле. В чтении манги я ушла не так далеко от того, что экранизировали, поэтому может дальше что-то есть, но пока... Тем более мы всё-таки обсуждаем экранизацию. А ещё, как мне кажется, этих рассуждений часто недостаточно, так как очень быстро всё это перескакивает на какую-то другую тему. Хотя нужно признаться, что большая часть персонажей относится с уважением к своей добыче. Если абстрагироваться от охоты и от всех этих размышлений, то это очень ламповый тайтл, который, правда, иногда хочется смотреть на чуть большей скорости. Вот такие мои мысли по поводу данного аниме. И всем, как всегда, спасибо за просмотр. Увидимся в моём следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok